Инцидент на прощание с сыном Понаровской еще долго не забудут. Церемонию прощания с сыном Ириной Понаровской в последний момент сделали открытой. Церемонию прощания с сыном певицы Ирины Понаровской и Антони Родом в последний момент сделали открытой. Она прошла в храме иконы Божией Матери знамения. Понаровская была вся в черном. Сев рядом с гробом, певица расплакалась. С ней стояли невестка Анна и директор Лера Тувина. Певица не сводила глаз с сына. У гроба она находилась дальше всех. Журналисты услышали фразу Понаровской, адресованную сыну. «Больше никогда не увижу», — произнесла артистка. Ранее в окружении семьи рассказали, почему с Энтони решили прощаться не на третий, а на пятый день. На прощании случился инцидент. Одной из гостей на мероприятие стало плохо, а то душя женщина была госпитализирована. 24 сентября 2024 года состоялось прощание с Энтони Родом, который является единственным сыном артистки Ирины Понаровской. На смерти мужчины, которому было 39 лет, стало известно 20 сентября. Предварительной причиной трагедии была названа сердечная недостаточность. Жена Рода Анна не могла поверить в случившееся, ведь ее супруг вел здоровый образ жизни, давно отказавшись от вредных привычек. Именно избранница Энтони нашла его рано утром на полу в ванной комнате. Вероятно, он упал, принимая контрастный душ. Фанаты Понаровской ждали, какой будет реакция звезды на смерть сына, но артистка так и не стала давать комментарии по этому поводу. Вместо этого директор певицы обратилась ко всем с просьбой проявить терпение и дать время человеку, который столкнулся с немыслимым горем. Как пишут журналисты, прощание с Энтони Родом состоялось в храме иконы Божией Матери Знамения в Переославской Слободе. На похоронах, которые, как и было объявлено изначально, смогут посетить только родные и близкие, появилась и Понаровская. Журналисты отметили, что лицо знаменитости было спрятано под черными очками. Они успели разглядеть, как певица наклонилась над гробом, в котором лежал ее единственный сын. При этом с обеих сторон от артистки стояли ее помощницы, которые в любой момент были готовы подхватить Ирину под руки, чтобы не дать ей упасть. Отпевание в храме длилось порядка двух часов, отметили репортеры, после чего тело Рода было погружено в катафалк. Сев в черную машину, следом за процессией отправилась и Понаровская. К сведению, Ирина Понаровская родила Энтони 17 октября 1984 года от американского Джазмана Вейланда Рода.